мы поймали кто кушает еду на наших кошек мы думали кто это столько живет а это оказывается отойди ты сейчас уколешься смотрите к нам проходят воры нас нас воруют смотрите что здесь ежик девочки какой красивый ежик смотрите сейчас не выйдет он испугался наверное какая прелесть дед разве короче нас деревня обворовывает девочки такая прелесть давай оставь уже хватит девочки смотрите смотрите спрятался чтобы его никто не трогал какой большой а потом они хорошенькие больше нету наверное все переверните он дай на вольта подождите фотку делать буду мои золотые я сегодня наушниках не знаю как будет слышно хочу вам показать вот хочу купить вот такую мебель у адам ч кажется темно там в этом квартире да ну темные стены да вот эта мебель ему подошла бы смотрите какая симпатичная но она со вторых рук да вот вот что мне вот знаете как-то но она так ничего смотрится вот издалека вот смотрите как вы считаете девчонки скажите мне мне будет интересно ваше мнение как вы считаете туда посуду поставить моей сестры знаете а то у него зал такой пустой там только диваны и все а вот сейчас вот купить новую ему мебель он все равно же потом поменяет это все посмотрите какая здесь от такая стойка ничего но они такие все темные мне больше нравится светлые конечно то на а так ну вот видите избавляется от этих а потом такие цены здесь еще ставят кошмар какие цены ставят картины здесь а есть ой здесь у сева если бы зашел бы вообще бы он упал бы сейчас я посмотрю это вот прихожку ставят ну там мешать я думаю что это для прихожки вот смотрю вот вдруг что найду я стол ищу ему вот такой журнальный столик хочу я ему туда 120 евро стоит ой он со стеклом со всеми делами столик то ничего такой вот столько бы я хотела я там такой 100 увидела сейчас я вам покажу если он не пустит сейчас я прошу разрешение вот здесь всякая всякая ерунда да вот 120 евро такая мебель она такая тонкая девчонки это вообще вообще короче вот так угловая она идет но это в угол ставить да вот всякие штучки но все такое темное девочки здесь такой такой стол был шикарная его увидела я обалдела давайте потихоньку буду показывать вот смотрю всякие да вот в америке они вот ходят на такие места да там что только нету а вот тут а я не могу найти а вот тут а вот такое не могу найти здесь все такое короче странное 100 евро вот это стоит штучка это здесь с мрамором вот такая мне такие не нравится этот мрамор какой-то мрачный знаете чтобы я хотела бы часы бы я хотела себе ну вот эти часы 120 стоит но они такие какие-то стрёмные внизу кровь подарила вот так они и стоят там но я бы туда хотела бы хорошие часы вот эти 40 евро стоят они такие какие-то и они потом их чистить надо вот здесь а я видела один стол девочки а у какой был стол красивый но он был проданный вот дивана 600 евро стоит вы представляете 600 евро вот кожаные диваны вот эти вот это и вот это 600 евро я считаю что это дорого со вторых рук это мебель тоже видите вот она красивая да вот она она видать была раньше дорогая сейчас не знаю сколько она стоит вот но не они нахожу такие подсвечники такие знаете лампы вот эти старинные нету таких я бы купила бы конечно это мебель уже вообще какая-то ой вот такой у нас раньше бывало в этом на кухне стояла вот такая такая специальная а его моей одной родственницы было ой такая она была старая старая старинная красивая мебель вот кто вот это купит интересные чашки откуда уже сколько людей пили ладно я понимаю что вот такой наборчик новый там кому-то подарили не понравилось раз там продала сейчас знаете какие они стали вот это мебель 600 евро стоит вы смотрите какая работа конечно здесь и вот но это принципе можно поменять этот мрамор наверно можно поменять на другого цвета а так здесь я такой письменный стол видела ваппавай ваппавай честное слово чуть не упала эти стулья они пыль собирают вот это все потом вытирать вот это все короче ерунда это лампа тоже ерундовская я не знаю ли у меня со вкусом картина симпатичная смотрите 200 евро девочки картина стоит это симпатичная картина я бы ее конечно не повесила но мне нравится такая вот так стулья видите эти часы 120 стоит вообще сейчас видать вот такие часы я хочу себе найти не могу но хочу красивые смотрите вот эта мебель какая работа там видать дорогая так что я иду в парикмахерскую и все время когда идут парикмахерскую сюда захожу смотрю что есть что нету даже одежду здесь продаются вторых у девочки не знаю честное слово не потому что я такая да лучше свой старый пальто вы наносить чему так купить это должно быть не знаю как-то немножко странно нет это мое мнение конечно на вкус и цвет товарища нет и если где разные такие нас вот такие часы у моей свекровь есть но не такие конечно лучше 100 евро стоит девочки это 180 потом здесь а кепки всякие разные идут своей парикмахерской а то у меня такой вид девочки это кошмар сейчас смотрите на меня смотрите на мои корни чего все так за мои брови а девчонки напали я и сегодня тоже позвонила сказала вот так вот так насчет бровей да она мне говорит да нормально у тебя формах бровей а я вот вижу нормально девочки мне нравится сегодня кремом намазалась чуть-чуть сегодня чуть-чуть лучше но когда я сплю головой вниз головой вниз если я уснула утром я просыпаюсь такая оттекшая девчонки не проходит посмотрите какие у меня корни это кошмар на кого я похожа посмотрите на эту парикмахерскую какой ужасные девочки как всегда все ужасно девочки но вот хожу потому что они руки хорошие но я иногда когда здесь и сижу думаю лапала если вот такую парикмахерскую я бы у нас дагестане я был жизни я такое не видела в дагестане у нас честное слово у нас такие парикмахерские хорошие сделаны и мастера хорошие и все да а вот здесь вот кошмар короче но они молодцы работают эти китайцы такие они умные девочки они вот приезжают сюда да вот я вам честно говорю ой музыка подождите вот девочки смотрите как она мне голову моет короче условия не ахти девчули но руки у нее хорошие я в наушниках извиняюсь если что-то не так слышно да но ой девочки вот покрасила голову наконец-таки очень хотела голову покрасить эту маску беру смотрите на меня красавицу вот так короче голову они моют еще не условия никаких вот посадите где я сижу посадите как все вы поняли да конечно здесь а есть хорошие такие знаете вот красивые помещения но девочки я вам честно скажу я вам честно скажу вот помещение красиво зато мастера не очень здесь я вообще с этим вот мне одна написала да какая в этом европа не было отстает отстает девочки от нас отстает я зайка в других местах конечно я только вот но в германии я один-два раза ходила парикмахерскую да то меня хорошо пострелить там а я не могу сейчас вот сказать да вот нет у меня но здесь я в испании куда я только не ходила где я только не было парикмахерской и мадриде было девочки там здесь не думайте что я ну вы сами понимаете я человек дагестанский до павказской у нас у нас кавказе у нас на кавказе очень 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 даже это знаете девчонки может быть денег не быть да вот нам многое чем но на это всегда находились деньги на маникюр на педикюр мы всегда находим деньги это для нас как будто вот вот как хлеб купить да вот как как-то вот такое для нас это очень важно для спанцев не так уж и важно я вообще здесь очень редкий случай вижу чтобы нет Маникюр был сделанный, они так за собой не ухаживают, как у нас дагестанские девочки, ну, кавказские женщины. Хочу вот что сказать, девчонки, условия никакие, мастера нормальных нету. Если ты найдешь одного мастера, ты будешь к нему ходить уже, какой бы у него там заведения не было, потому что нормальных нету мастеров, девочки, я вам честно говорю. Очень сильно отстают от нас, девчонки, это Европа, насчет косметологов и всего. Во всем. Здесь, чтобы тебе массаж на лицо сделать, да, это найти еще надо. А еще тебе так сделают его, не поймешь. А у нас зайдешь в любую забегаловку, да, в любую парикмахерскую, и мастер хороший найдешь, и все. У нас вообще насчет этого молодцы. Здесь, а девочки, нет. Здесь, ох, открыть хорошую парикмахерскую, взять хороших мастеров. Вот. Вот сейчас она мне холодной воды голову моет. Наверное, для кровотечения, не для кровотечения, ай, обращения, кровотечения. Ой, девчонки, дурдом. Короче, вот так. Так что, кто, если что, вот я вам идею даю, да, но вот эти китайцы, они молодцы, девочки, они закупировали все. Здесь я на каждом шагу, они подешевле делают, да, и они, видать, вот она хороший мастер. К другим китайцам я не ходила, я к ней уже долго лет хожу. Наверное, лет семь я к ней хожу. Вот этой девчонке. Более-менее она, потому что раньше ходила к одной, к другой. Ой, девчонки, пострижет, потом это пока отрастет, это вообще кошмар. А еще же, девчонки, еще придешь, скажешь, это что ты мне сделала, она будет тебе еще доказывать, что это не слон, а это попугай. Что я не так вижу, что все замечательно, что это я что-то не так вижу. Еще десяти человек поставят, и все будут хвалить, говорить. Да, ты что, шикарно, ты что, шикарно. Поняли, да, девочки? Так что я к одной один раз зашла, вот хотите мне, верьте, хотите мне. После нее я чуть на ушко не постыглась. Вот настолько изуродовала мои длинные волосы. О, господи, она мне подсушит волосы. Вот так, сейчас она мне подсушит волосы. О, 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 вот так. Короче, девчонки, надеюсь, что меня было слышно. Не прощаюсь, девочки. Вот, девочки, покрасила голову, посмотрите, волосы. Какую голову. Вот, смотрите, прическу сделала. Вот, не знаю, вроде бы неплохо у меня получается, да, вот, с феном, да. Но все равно вот такого результата, конечно, нету. Хотела за цветами пойти, купить цветы там. Ну, здесь красивые такие цветы есть. Не получается, девочки. Сколько времени я здесь сейчас отдала, это кошмар. Короче, вот по этому парикмахерскую идешь, девчонки, и вот, ну, там ноги сделала, ноги сделала, педикюр сделала. Только покрасила ногти на руках. Ну, и педикюр, ну, они, знаешь, как делают педикюр, да, девчонки? Потолкает назад твои заусеницы эти, и вот. Ну, вот, смотрите, вот так, короче. Никакие ни обрезки, ничего. Попилят, покрасят, и все. Это их педикюр, это у них маникюр называется, поняли, да? Не кушать не сделано, ничего не сделано. Да, зато, зато парикмахерски побыла. Но я уже давно хотела пойти. Девчонки, корни такие были, это же кошмар. Уже так, ну, неприятно было на себя смотреть. Все равно надо за собой, хоть нам лень, не лень, времени нету. Надо как-то урвать у себя время, откуда угодно урвать время. И обязательно все равно надо за собой ухаживать немножко. Я даже маску не одела, девочки. Ну, это здесь все близко. Так, вот так я вам себя показала. Прокатила бы я вас чуть-чуть по городу. Но, может быть, в следующий раз хорошо тут у нас. Ой, а парковки тоже места никак не найдешь, девчонки. Короче, побежала я домой. Пока, дичели.